Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог и сейчас я вам хочу показать покупки, ну мясные покупки здесь у меня из мясного магазина и из магазина 4 лапы. Я, короче, скачала приложение 4 лапы и через приложение заказала и забрала в магазине. Можно заказать с доставкой, но я приезжала там мимо, знала, что буду мимо приезжать в этот день. И, в общем, заказала, забрала в самом магазине. Вообще, скачала это приложение, поняла, что там столько всего интересного для животных. В общем, я не удержалась, купила еще коту Леофану игрушку, ну и, конечно же, карман. У меня есть промо-код со скидкой, который я вам оставлю под этим видео. Обязательно воспользуйтесь, который дает дополнительную скидку ко всем скидкам, которые есть уже на сайте. То есть, получается намного дешевле приобретать игрушки, корма и все-все-все. Вообще, посмотрела там даже наполнители для кошачьих, да, кошачьего туалета. Их такое огромное количество. Я даже не знала, что такие вообще марки есть и вообще такие наполнители есть. В общем, теперь буду постоянно заказывать через приложение и забирать заказ или заказывать доставку. В общем, как будет удобнее. Ну и, соответственно, корма тоже и российские бренды, и нероссийские бренды, и для собак, и для животных, для всех, кого только можно себе представить. Там тоже огромное количество. Так что я сейчас вам покажу и обязательно вам оставлю промокод. Обязательно, девочки, воспользуйтесь. У кого тоже животные, ну или кому-то вдруг на подарок, у кого есть какой-то питомец, и вы хотите порадовать этого питомца, то, конечно же, обязательно воспользуйтесь. Давайте покажу, что купила я. Вот мне сразу все упаковали в пакетик, то есть я пришла, сказала номер заказа своего и забрала. Это, на самом деле, очень удобно, в особенности, если вы какие-то корма, которые, например, нет в наличии непосредственно в магазине, вы можете заказать, вам привезут, в общем, супер. Вообще, заказ делала, потому что мне нужен был Боннин корм, вот этот вот ради него, то есть это корм для собак, они его очень любят у меня. Ну и попутно любимый корм кота Леофана, который он обожает, думаю, возьму, раз уж я делаю заказ. Вот, тем более, с промокодом получается подешевле. Вот, и до кучи уже добавила вот эти две банки, которые я заказывала в прошлый раз. Вот такие мясной деликатес с ягненком. Правда, здесь написано для щенков. Вот, в общем, они тоже были по акции, и плюс дополнительная скидка, получается дешевле. Классный корм внутри, там прям мясо, мясо, немножко желе совсем чуть-чуть, и мясо. Очень понравилось моим собакам. И мне еще в заказик положили. Везем навстречу красоте. Смотрите, тут написано Петродитель. Я уж точно Петродитель. Вот, в общем, такие еще брошюрки. Вот такой вот у меня заказ. И давайте покажу игрушку, которую купила. И вот игрушка, которая была куплена Леофану. Да, Лешка, тебе нравится? Скажи, тебе нравится? Джуси ничего не отнимет. Да, Джуси не отнимет. Вот, Джуси полно игрушек. Но Леофанина, она обязательно, ей надо отнять. Обязательно. Тут сверху, вот на этой игрушке, вот там, где... В общем, она вся, это вся разборная конструкция. И вот здесь вот на пружинке была мышка, которую он куда-то уже утащил. Да, вот такая вот у меня троица. Вот такой вот марки. Это игрушка Пет Макс. Смотрите. Немешаемо играть. Джуси. Вот такая вот игрушечка. Вот так вот у тебя. Бывает ее, она надоест, ему цапает ее сильно, больно. Хотела заснять, как он тут играет в нее. Но, как вы видите, все оживились. Все оживились у меня. Лешка, тебе нравится? Знаете, такая игра для ленивых. Лежишь, такой лапкой перебираешь. Ну, когда просто бегать неохота, а что-то охота поделать. Вот сиди, перебирай эти мячики, шарики, да, Лешка? Джуси, это не тебе. Не тебе это. Поняла? Ой. Еще вот такая у меня банда. Купила игрушки. И дети у меня радуются больше. Смотрите, у него своя игрушка тоже есть. Дети у меня радуются покупкам игрушек для животных больше, чем для себя. Представляете? Вот такие вот у меня. Ну, все, тут пошла ку-тюрьма. Вот, в общем, он такую вот классную игрушку. Купила ему. Будет ее осваивать. Мышку только утащил. Сверху такая, знаете, на пружинке она так болтается туда-сюда. Вот, надо ее просто клеем залить. Вон туда. В эту дырочку. И чтобы он ее не утаскивал. Он просто ось большой. Поэтому ему это утащить как нефиг делать. Да, Леофан? Еще тебе вот это надо? На тебе вот это тоже. Это тоже часть игрушки твоей. Не надо? Она не шуршит, скажи, да? Шуршала бы. Другое дело. Вот так вот у нас. В общем, развлекаемся как можем, да? Потому что у меня отнимает. Отнимает и хоть что-то коту поиграть. Бедному, несчастному. Он же такой у меня несчастный. Котик тоже немножко лентяй. На. Шарики-то поиграй. Шарики будешь играть? Лень. Лень, матушка. В общем, девочки. Очень вам советую. Слушайте, там такой огромный ассортимент. В особенности игрушек. Но не могу я устоять. Ну, как можно перед вот таким красавчиком устоять и не купить ему что-нибудь, да? Что-нибудь надо купить. Что-нибудь. Мальчиков своих, девочек побаловать. Всю свою живность. Ну, поиграй. Тоже лентяй. У меня Каспер лентяй никогда не играет. Ни в какие игрушки. И этот такой же, да? Что, хозяйка пристала? Ну, так скажи. Забавно, забавно, да? В общем, девочки, советую. Рекомендую. Промо-код, конечно же, будет под видео. Ну, и, конечно, там рядышком у меня мясной магазин. Вот, и я как раз зашла. Кстати, взяла чек показать цены. Потому что не показываю обычно цены. Не знаю. Я забываю их. Купила печенку куриную килограмм. И у меня все тут по килограмму. Фарш куриный. Нет, это фарш у меня из индейки. Из грудки индейки. Вот, сейчас покажу тоже чек по ценам. И куриные. Не было из индейки вот субпродуктов. Поэтому взяла снова куриные сердечки. Тоже килограмм. Это с собакам. Это, ну, тоже я немножко там и котам, и собакам. В общем, и котлеты. Пожарю печенку. Хочу в сливках сделать. И котлетки. Все, у меня ничего нового, девочки. Ничего у меня не меняется. Вот, цены. Куриная печень 220 рублей килограмм. Куриное сердце 380 рублей килограмм. И фарш из грудки индейки 450 рублей килограмм. Вот такие вот цены. Вот. Ну, буду стараться брать чеки. Я, обычно, теряю где-то, чтобы вам показывать цены. Вот. Так что, сейчас буду готовить. Это все уберу. Всех накормлю. Да? Красавчика тоже надо накормить. У нас такое солнышко на улице. Но сегодня с утра было минус 16 градусов. Минус 16. Хочу, кстати, поздравить еще раз 23 февраля всех, имеющих отношение к военной службе. И всех мужчин в том числе. Пожелать вам всего-всего самого наилучшего здоровья, счастья и исполнения всех-всех-всех ваших желаний. В общем, всего-всего самого наилучшего. Вот. Мы так немножко празднуем 23 февраля. Я сделаю пиццу. Так, Леофан на стол хочет прыгнуть. Нельзя. Правильно. Что это такое? У меня как всегда. Видите, у нас такое солнышко классное. Вообще. Джуз пристает. Я же мясо принесла, никому ничего не дала. Видите, нервничают. Все, теперь до вечера. До пяти вечера будут нервничать у меня все. Все будут нервничать ходить. Мать ничего, ничегошеньки не дала. Ни кусочечка. Кошмар. Мне, кстати, писали не один раз. И вот под последним видео, где я показывала покупки... Лохматая такая, ну ладно. Про покупки сухого корма. Она говорила, что Леофан его ест как не в себя. Что нельзя перекармливать животных. Ну, конечно же, я об этом знаю. Я стараюсь этого не делать. Но если собакам еда выдается по выдаче у меня, то котам я не могу так сделать. То есть я буду целыми днями заниматься тем, что я буду их кормить. Потому что у меня два старика. У меня, кстати, кошки гуни. Я говорила, тут 15 лет. Нет, ей 17 будет в этом году. То есть ей 16 уже. В общем, и Касперу 13 лет. И они у меня привыкли к тому, что у них сухой корм всегда в доступе. Это не очень хорошо. Но они к этому привыкли. Они могут там днем прийти чуть-чуть поесть. Они оба старичка не любят сухой корм. То есть не переедают его. В принципе, леофан тоже не приедает. Вот кроме вот этого корма со спирулиной. И я его насыпаю всего лишь кружечку в день. У меня маленькая, не целая кружка. Маленькая такая у меня кружечка. Мерная. Мерную я имею в виду. И он его, короче, съедает. И все. Остается вот, который ему не нравится. Который обычный, пуриновский. И его уже едят у меня старики. То есть я не могу выдавать котам из-за стариков сухой корм по выдаче. Ну, соответственно, леофан тоже уже к такому привык. И, ну, как-то вот так вот. А собаки, да, собаки у меня, у них нет в доступе сухого корма. Потому что они будут, ну, если джуз, то она как бы поела, наелась и даже, бывает, оставляет еду. А бона нет. Она вот пока все не съест. Вот она будет, ей будет плохо. Но она все съест. Все съест, все, что ей дали. Вот, поэтому, да, поэтому с собаками я как раз таки им по выдаче даю утром и вечером. Ну, а коты, котам влажный корм. И я им даю один пакет, один пауч на троих. То есть большую часть отдаю леофану. И меньшую часть отдаю уже старичкам. Потому что они, ну, не особо тоже эти паучи. Ну, как бы леофан ест. Но он и так у меня, как это, животное бьет. Что-то как пузырь ходит. Вот. Так что, так что вот так. Так что я про это знаю. Вот. И если я кормлю мясом, то я больше ничего другого не даю. То есть на мясо, например, на ужин даю мясо. Извиняюсь, что-то я... Вот. И все. И ни сухого корба ничего больше не дают. Только вот мясные там субпродукты и так далее. Вообще мне ветеринар говорила, что нельзя кормить, наоборот, нельзя кормить мышечным мясом на постоянной основе. То есть мышечного мяса должно быть немного. Полезнее давать субпродукты собакам. Что я и делаю. Вот. Ну, субпродукты так просто не найти. Легкое еще иногда покупаю. Легкое в замороженном виде продают. Ну, и там что найду, то и покупаю, грубо говоря. Он у меня там, любовь пошла. Ляфан. Что это такое у вас тут? Все, они возбужденные, они как чуют. Вот знаете, в любых других магазинах, когда я хожу, покупаю там, ну, продукты какие-то там, даже мясо, если куплю, то они не так реагируют, как когда я прихожу из мясной лавки вот этой вот. Так им, вот они прям чуют. Не потому что я всегда им что-то там покупаю, а вот, видимо, ну, мне кажется, свежее мясо. Даже Ляфан тоже чует. И, в общем, они теперь до вечера, пока не получат, будут вот дурить тут. Дурака валять, ходить за мной, следить за мной. Если я двинусь на кухню, все, все сразу прибегут. Но в основном за мной ходит вот эта троица. Каспер с Гунией, они где-то спят. Троица. Вот третий. Кусок третьего. Третий спит. Вот. Вот третий. А эти дурят. Дурят. Солнышко светит. Красота. Да? Вот красавчики. У нас же такие красотули у меня живут. Да, Левушка? Лево красивый котик. Лево очень красивый котик. Вот такой вот. Вот такой вот котик. А еще Джуз, видимо, никак не может оставить ее мысль, что ему купили игрушку, а ей нет. У него вон осьминожка, которую она уже разодрала почти. Солнечные блики какие-то ловят. Видите, он, хвост у него какой-то не пушистый, облезлый. Поэтому я и говорю, что у него проблемы с хвостом. Вот там вот внизу то, что висит у кота, это шерсть. Он какой-то такой, а хвост у нас тоненький очень. Ну, не знаю, может, еще обрастет. Вон, обрастет еще хвост? Обрастет, скажи. Что же не обрастет-то, да? Ты моя хорошая, да. Ты моя сладкая. Пришла. Пришла моя девочка, да. Еще одна девочка ревнивая какая, да. Да, моя хорошая. Да, моя сладкая. Моя ночь. Дети мои все, как их можно не любить? Как вас можно не любить? С осьминожкой своей. Кстати, эту осьминожку я тоже в четыре лапы покупала. Так что, да. Еще хочу сейчас показать. Попросила мужа забрать свой заказ с Вальберес. Как всегда, бытовая химия. Я вообще бытовую химию стала покупать именно там. И мне очень нравятся средства, которые там предлагают. Во-первых, их цена. Во-вторых, ну, много новых средств для себя, в общем, открываем. Короче. Еще хочу сразу сказать, что ссылки, то есть комментарии со ссылками YouTube удаляет. Поэтому удаляет сам. Я их даже не вижу. Мне уже несколько девочек писали о том, что оставили мне ссылки и комментарии куда-то пропадают. Поэтому, если вы, я с огромнейшим удовольствием, ну, отношусь к тому, что мне предлагают тоже попробовать какие-то средства. Ну, не только из бытовой химии вообще. Я присылаю ссылки. Но можно мне прислать, получается, только ВКонтакте, либо личным сообщением. Ну, да, получается, личным сообщением я под видео оставляю ссылку на ВКонтакте, личную страничку, группу. То есть и там, и там можно я с огромнейшим удовольствием попробую что-нибудь новенькое. В общем, одна моя зрительница посоветовала мне вот такие средства. Точнее, она мне прислала ссылку. Вам огромный привет и спасибо большое. Я, конечно же, все с огромным удовольствием буду пробовать. Она мне прислала ссылку на, по-моему, как-то освежитель воздуха, удалитель запаха вот этой марки. Написала мне, что это профессиональные средства, и они очень-очень ей нравятся. В общем, мне как бы освежитель воздуха, удалитель запахов пока не нужен. У меня пока есть от ГРАС. Я решила попробовать вот такие средства. И еще там кое-что тоже заказала. Уже в следующий раз, когда придет, покажу. Вот такой, смотрите, очиститель для стекол и зеркал с водоотталкивающим эффектом. Единственное, что там читала отзывы, писали, что может оставлять разводы. Здесь написано, что можно использовать также для машины, что супер. Главное, чтобы муж у меня это не утащил. Я хочу натереть этим средством фасады на кухне. Они у меня глянцевые, постоянно пачкаются. А также, ну, не штора у меня такая, как бы, как сказать, в общем, в ванной комнате. Такая у меня не шторка, а... Господи, как она называется? Забыла, короче. Она стеклянная такая, как бы стеклянная шторка, назовем ее так. В общем, вымыть и натереть. Попробую. И также вот такое средство еще заказала. Я еще средство для духовки от этой фирмы заказала, но оно, видимо, придет попозже. В общем, это универсальный спрей, в том числе для холодильников, видите? В общем, ссылочки вам тоже оставлю. Я попробую. То есть здесь можно смыть или просто вытереть насухо. Вот это средство. В общем, тоже все попробую. Это типа профессиональный. Ну, и, конечно же, заказала от ГРАС. Я говорила, что хочу попробовать средство гель для стирки. Мне очень понравился кондиционер для белья. Я уже тоже говорила, оставляла свой отзыв. Решила вот такой гель-концентрат для всех видов ткани взять. И вот этот пятновыводитель мне очень нравится. Я его использую, знаете, для чего? В основном. Например, футболки мужа в области подмышек. В основном еще и спортивные какие-то футболки, да, после занятий спортом. Для удаления пятен от дезодоранта и пота и так далее. И запахов в том числе. Очень мне нравится. Конечно, сильно стойкие средства, сильно стойкие пятна он не удалит. Но вот для свежих пятен супер попшикала, чуть-чуть оставила, бросила в стирку и все удаляется. Еще до кучи взялась я вот такую штуку. Вообще я хотела такую как бы тряпочку на палочке, что можно было, ну, например, плафоны у люстр протереть, не доставая при этом стремянку. То есть быстренько как бы смахнуть пыль с каких-то вот таких вот поверхностей, которые находятся высоко. Но здесь написано, что не нужно использовать никакие средства, что она притягивает пыль, в общем, на телескопической ручке. Цена вопроса, что там 300 рублей или 200 с чем-то я купила. Я подумала, что, ну, не понравится. Господи, не знаю, в машине буду окна протирать, если что, от пыли какой-нибудь. Ну, в общем, тоже решила попробовать. Короче, ссылки я оставлю. Но вот эти средства зрительница мне моя прям рекомендовала вот эту марку. Да, вот эту. Вот так называется. Типа она профессиональная. Ну, не типа она профессиональная, да. В общем, все буду пробовать. Гель для стирки тоже попробую. Но вот этот спрей мне очень нравится. Не первый раз его беру. Не знаю, за последние полгода, наверное, постоянно его покупаю. Заканчивается, покупаю новый. У меня еще для белого белья есть. Вот это для цветного. Нравится очень. Ну, вот приготовила я ужин. Девочки, ничего не могу поделать. Со своим мужем ему нравятся котлеты. И он просит их меня постоянно готовить. Ну, единственное, что я готовлю из разного фарша. Ну, вот и все. Вот такое количество котлеток у меня получилось. Я их делаю большими. Часть фарша отдаю своим собачкам и кошечкам, как вы поняли. И здесь вот потушила. Ну, как бы вначале обжарила печенку. Потом добавила сливки и чуть-чуть муки, чтобы вот такой был как бы густой. Ну, в общем, вы поняли, да? Со специями и со всем остальным. Кстати, обожаю сковородки кукмара. У меня вот такие вот они. Где я их заказывала? Я заказывала на официальном сайте. Но есть еще представлены они, то есть официальное представительство на Вальборес. Так что можете заказывать там. Заказывала я все на свои денежки. Это не реклама. Ну, хотя получается реклама только безвозмездная. Как-то так. Вот. И салатик приготовила. У меня еще есть гречка. Так что супер. В общем, наготовила. И на такой вкусной ноте на сегодня я уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую. И до новых встреч.